шалом одна из знаменитых супружеских пар вы стояла 50 лет вместе вот спросили у жены скажи а ты вообще думала о разводе она говорит нет но об убийстве думала постоянно то есть мы понимаем что между супругами всегда есть вот такой вот накал страстей однажды я прочитал одну книгу где человек используя какие-то вот такие обидные слова с одной или с другой стороны у супругов он даже приводит пример из нашей из нашего пятикнижей истории и в конце автор он как бы сравнивая а знаете есть такой момент все познаться в сравнении знаете такой вот есть два подхода есть подход все познаться в сравнении а есть все от бога как говорят есть все от бога все сравнение и обычно всегда с чем связана сравнивают все со смертью он привел очень трогательный тяжелый пример падение швейцарского самолета в 1998 году, когда погибли, по-моему, 226 человек. И он так драматически описывает, о чем эти люди думали в последний момент. Что бы они хотели сказать один другому, опозорить, крикнуть, сказать, ты не вынес мусор, я тебя не люблю, я помню все зло, которое ты мне сделал? Наверное, нет. Нет, они, видимо, обнялись в последний момент. Может быть, сказали, шма Исраэль, а может быть, просто вспомнили все то хорошее, что у них было, и этого хорошего было мало, потому что они потратили свою жизнь на споры, раздоры, выяснение каких-то глупых вещей. Вот всегда, знаете, когда что-то происходит, ты говоришь, слушай, представляешь, жизнь, она короткая, и если бы вот сейчас и всегда говорят возмущенные слушатели на обычных лекциях, они говорят, а что ты сразу вот смерть, что ты сразу впадаешь в крайности. Знаете, в Торе есть такой прекрасный момент. Наши мудрецы говорят, если человек хочет сделать чуву, чува – это возвращение к Всевышнему, то вспомнить день смерти. То есть, ему очень многие там интересные вещи приводятся, как ему нужно вот так вот, какой тренинг ему нужно применить. Но если ничего не помогает, вспомнить день смерти. Если вдуматься, действительно это так. И вот знаете, я хочу соединить два понятия – бытовуха и смерть. Обычно смерть наступает на бытовом уровне, когда на бытовом уровне выедаем один другому сердце. Мы, причем даже не только между супругами, в жизни. Везде человек выкладывается, кричит, доказывает. А если вдуматься? Жизнь, она короткая, действительно короткая. Иллюзия, которую говорит царь Соломон, иллюзия вечности – это то, что окутало этот мир. Нам кажется, что мы проживем вечно. Но вспоминая, что жизнь коротка, это помогает нам наладить какие-то контакты. Да пусть это радикальный способ, пусть это вдаваться в крайности, но это хороший момент. Поэтому знаменитый Раби Элеезер, это просто невозможно забыть, в Талмуде, созывая в последний день своей жизни, он уже знает, что он умрет, и он оставляет своих учеников. Вы должны сделать чуву за день до смерти. Они говорят, слушай, ну есть болезни, что ты знаешь, а есть вещи, что человек не знает. Что же делать? А он говорит, сделай чуву каждый день. Представь себе, что каждый день, не дай бог, ты умираешь. И знаешь, действительно хорошая вещь, хороший совет. Пусть не всем он понравится из вас, но это хороший совет. Ты смотришь на ребенка и говоришь, слушай, я тебя люблю, дорогой, очень. И ребенок смотрит на тебя и говорит, папа, мама, я тебя люблю. Я не хочу тебе причинять что-то. Мы должны любить один другого. Или ты смотришь на близких, на друзей, на товарищей. Твоя жизнь, она, может быть, покажется предсмертной. Она будет такая хорошая. И, может быть, вот это состояние, оно тебе продлит эту жизнь на очень-очень долгое время. Теперь, с другой стороны, подходит ко мне простой обыватель и скажет, Равалекс, вы что хотите, чтобы мы вообще в жизни не продвигались, не исправляли один другого? Есть вещи, которые нужно прорвнуть здесь, нужно сделать замечание. Замечание. Знаете, вот этот радикальный подход, я его не культивирую, я его не пропагандирую, но я его говорю как пример. Он может помочь не выходить из рамок, не злиться с пеной у рта, не выходить из себя, просто быть в состоянии и представить себе, что завтра мне будет очень больно. Если или я уйду, или он уйдет, или она уйдет, мне будет больно, потому что я вел себя ненормально. А можно было вести себя по-другому, можно было то же самое объяснить на другом уровне. Спокойно. А может быть, даже с повышенным тоном, но не таком, который был. И, к сожалению, вот эти вещи мы всегда вспоминаем. Когда ты чувствуешь, что ты можешь потерять какую-то сумму или приобрести не ту сумму, которую ты хочешь. Тут ты вспоминаешь. Пластелин мира. Жизнь такая короткая. Человек приходит в этот мир с закрытыми кулачками, как написано у царя Соломона. А идет с открытыми руками, ладонями. Потому что он ничего не возьмет в тот мир. Надо каждый раз просить у Бога, чтобы бытовуха не овладела нами. Шалом-шалом.